привет меня зовут николай и один из создателей проекта читай быстро в рамках которого мы стараемся понять что же такое быстрое и осознанное чтение иногда мне в руки попадаются книги которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей то есть со всеми вами так и родился этот формат 10 фактов 3 задачи из интересной книги сегодня у нас в гостях мэг джей и ее книга важные годы почему не стоит откладывать жизнь на потом мэг это современный американский психолог или как сейчас модно говорить психологиня доктор наук автор книг по личностному росту она обучалась в калифорнийском университете в беркли занималась научными исследованиями сейчас у нее практика она как раз вот оказывает консультации в основном людям в возрасте от 20 до 30 лет и их истории и ее собственно анализ этих историй он и стал основой книги важные годы нужно сказать что мэг специализируется на исследованиях в области секса и гендерной культуры поэтому в книге достаточно большая часть времени отведена проблемам брака и проблемам в общем-то самоидентификации молодых людей опубликуется в известных американских журналах и в газетах в нью-йорк таймсе не есть своя колонка весит today ну и также часто публикуется forbes и в русскоязычной части очень популярны и и выступления на тэдди ну а надо сказать что она вообще популярна больше его там посмотрела чуть-чуть больше шести миллионов человек но вот если взять это выступление она там занимает буквально 15 минут и взять этот обзор и досмотреть его до конца я думаю что книгу читать вам не придется или вы ее очень быстро прочитайте за один вечер потому что все основные тезисы она уже проговорила в своем выступлении которые есть в книге ну а то что она не сказала мы сегодня с вами под разберем разбирать мы будем это по старой доброй традиции вместе вот с таким вот звуком сказать что уже у нас чуть-чуть похолодало сегодня какое 15 14 15 ноября ой 14 сегодня да и это значит что время красного гриндера пинатажа 2017 года наступила окончательно это юар он ох он очень яркий сочный насыщенный на этикетке здесь такая стилизованная кофемолка не неспроста потому что у пинатажа привкус кофе вот этой привкус горчинки он ощущается практически сразу несмотря на то что у него есть ягодные тона там немножечко засахаренных вишен вот эти всякие специи но кофе здесь чувствуется отлично поэтому какое-нибудь мясное блюдо или пряные блюда индийской кухни с пинатажем пились бы и елись бы идеально в двух словах еще скажу про то что в общем-то пинатаж это юарский сорт винограда он европейской части не очень известен его путем скрещивания вывели в двадцать пятом году в южной африке это был пинонуар и это был сенса который у нас известен больше как эрмитаж отсюда в общем-то пинатаж мишель ралан инолог известный назвал этот сорт винограда фруктовой бомбой именно из-за того что там так явно чувствуется вот эти все нотки фруктовые идеальный кстати экспонат для коллекции моей подруги лизы любительницы хороших стейков в ее рубрику винишка за 10 евро привет лиза и так мэг джей важные годы вино пусть пока подышит по мнению мэг в возрасте от 20 до 30 лет происходит самоидентификация человека это отличное время для накопления опыта приобретения знаний полезных знакомств 10 основных фактов как это сделать и на что обратить внимание у каждого из нас в этот период есть время неопределенности если мы ведем себя плохо с точки зрения мэг мы в периоде неопределенности просуществуем максимальное количество времени вплоть до тридцатки когда и зададим себе вопрос а что же я сделал за эти десять лет если вы хотите полноценно управлять собственной жизнью значит и вам всего лишь 20 лет все в сторону и действуйте прямо сейчас по мнению мэг молодые люди в возрасте от 20 до 30 должны искать себя но новое поколение отличается от своих родителей тем что наши родители планировали свое будущее заранее ну и в общем достаточно но для них было подробно и бескомпромиссно расписано а в 21 веке мы и молодые люди часто закрывают глаза на происходящее и откладывая важное решение на потом со словами мол мы еще пока погуляем поживем для себя а только потом наступит идентификация личности и тогда мы об этом задумаемся мэг говорит что глубокий самоанализ у молодых людей не приводит сейчас к положительным результатам потому что он не подкреплен действием но то есть это такая рефлексия без последствий они просто могут копаться в причинах своего поведения но чаще всего не делают выводы а просто страдают и писательница называет инвестированием в будущее занятие которому человек уделяет много времени то есть если вы занимаетесь чем-то рассматривать это как инвестиции если вы хотите рефлексировать и страдать знаете что вы инвестируете в будущее рефлексии будущее страдания для продвижения по карьерной лестнице нужно прикладывать значительные усилия и чем позже это произойдет тем пагубнее это отразится на на вас как на личности все вот эти разговоры про то что у тебя есть еще 5-10 лет это все по мнению маги ерунда потому что вы все равно потом вернетесь на точку отсчета и у вас просто будут украдены эти 5-10 лет а потом начнутся разговоры потому что вам уже 30 35-40 а вы ничего в жизни не добились для того чтобы идентификация личности прошла как можно быстрее и безболезненнее занимайтесь только тем что вам нравится и используйте при этом преимущество слабых связей по слабыми связями подразумевает мэг знакомых с которыми вы поддерживаете контакт то есть это не близкий круг который погружает вас в теплую ванну знаете вот всегда родственники друзья они делятся на очень две большие категории они либо вас постоянно поддерживают и говорят да ладно полежи еще чуть-чуть скушай пирожок не надо тебе никуда ходить либо постоянно над вами издеваются насмехаются но это прям очень хорошие друзья и троллят но ни одни ни другие как бы ну наверное троллинг в некотором образе может провоцировать выход из зоны комфорта но слабые связи люди с которыми вы поддерживаете контакт время от времени могут влиять на вас гораздо больше чем вы предполагаете и вот мэг как раз говорит что именно эти связи поскольку они не являются для вас близкими людьми они способны радикально изменить вашу жизнь и через именно них информации возможности передаются быстрее она приводит примеры о том как ее пациенты там у случайных приятелей своих лучших друзей узнавали о существовании тех или иных вакансий и с помощью их консультаций и их как бы рекомендации устраивались на эту работу это очень перекликается с кейтом феррации если вы читали когда-нибудь никогда не ешьте в одиночку книга посвященная вот как раз этим самым слабым связи мы основам нетворкинга ее можно будет обзор этой книги можно будет по ссылке в описании под этим видео пересмотреть ну или почитайте если раньше не читали достаточно неплохая книга несложная и полезная вы не можете сделать выбор в том случае когда надеетесь на другой положительный исход ну то есть фокус для того чтобы истина не было утрачено фокус должен быть только на том чего вы действительно хотите по-настоящему забытые мечты и желания это неосознанные известные и они отражаются на приять на принятие важных решений ваших это хорошо потому что наихудшая неопределенность заключается в стремлении к чему-то без понимания как это реализовать то есть если вы думаете о том что у вас нет понимания как это реализовать у вам на помощь может прийти вот то самое неосознанно известное если и его нет то задумайтесь над тем что для формирования истины вам нужно хоть какое хоть какое какое-либо действие потому что действие даже если она приведет к какому-то отрицательному результату это будет всегда опыт бездействие это всегда негативные последствия после 30 лет то есть если вы ничего не делаете вы абсолютно точно получите негативный результат в период там 30 40 лет если вы что-то делаете вы можете получить негативный результат только в виде опыта и джек ма кстати создателя либо бы совсем недавно сказал что нет лучшего фундамента нет лучшей почвы для успеха чем ошибки предыдущих действий то есть тот самый ваш опыт весь этот опыт все ваши действия они должны формировать резюме если вы задумываетесь о карьере сразу после окончания учебы у меня для вас хорошие новости вы идеальный профиль с точки зрения мэг если вы откладываете все на потом хотите пожить для себя то вы теряете связь с реальной жизнью и рано или поздно вы все равно задумаетесь о том тоже делать дальше и если вы до 30 лет не приобрели никаких профессиональных навыков то соответственно у вас точка отсчета будет сильно смещена и вам нечем быть похвастаться перед работодателем или если вы захотите работать на себя там хотите начинать какое-то дело у вас не вам все равно придется набить все эти шишки но вы потратите вот некоторое время на то чтобы заполнить резюме мэгг говорит кстати что вот корпоративная америка она людей после 30 с пустым резюме я просто ну не замечает их буквально сразу там выкидывают на улицу вернее они даже не могут попасть внутрь для того чтобы быть выкинутыми на улицу и мэг говорит что не обязательно как бы ломать себя идти ну то есть вот каждый день двигаться в сторону наполнение резюме механически не получает этого никакого удовольствия делайте только то что вам интересно и полезно и тогда ваше резюме будет наполняться само собой вы помните я вначале говорил о том что мэг специализируется на в том числе на психологии отношений психологии секса она говорит о том что по статистике ее пациентов множество пар распадаются до 30 лет и это время самое неустойчивое для создания семьи так ну вернее не то чтобы она неустойчивая в силу объективных каких-то причина она стала таким вот благодаря тому что наше поколение все время откладывает серьезные отношения на потом а то что случается в период с 20 до 30 лет это как правило какие-то пробы пера с абсолютным пониманием того что в любой момент можно развалиться и в общем то попробовать и все то же самое после 30 лет она говорит что это неправильно что и к отношениям нужно подходить тоже достаточно серьезно если вы вступаете в отношения в период с 20 до 30 лет это должен быть осознанный выбор только тогда вам гарантирован успех насколько вообще применимо это слово в отношениях и тогда ваш союз будет очень долгим и что самое главное плодотворным доставлять удовольствие обоим партнерам для этого важно помнить о эффекте совместимости люди тянутся к себе подобным это факт поэтому выбирают партнеров с максимальным сходством и автор называет это совместимостью я думаю что они не 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 одна мэк называет это совместимостью у пар с похожим происхождением образованием возрастом то что индусы называют кастами меньше риск расставания на уровень удовлетворенности в браке также очень часто влияют общие черты характера а как раз в противовес этому частной причиной разрыва тех или иных союзов выступает недостаток вот этих общих черт и недостаток перемен некоторые различия в интересах супругов они в общем то с одной стороны способны разнообразить этот совместный досуг но тут вот это как раз все все лекарства и и все яд важно соблюсти эту золотую середину и понять что вас объединяет но чтобы ваши различные интересы не были настолько различными что вам не о чем поговорить вечером за ужином приобретайте уверенность ну это очевидно что ко всем нам уверенность приходит только с опытом только с теми самыми пресловутыми 10 тысячами часов поэтому молодые люди сейчас это было свойственно и предыдущим поколением но сейчас особенно тем людям которые вот заточены на всяких эмоциях и рефлексиях они часто ограждаются от окружающего мира и как следствие ограждаются от возможностей в силу мнимой некомпетентности они боятся показаться смешными и боятся показаться некомпетентными боятся спрашивать лишний раз поэтому джей призывает контролировать эмоции не бояться спрашивать не бояться учиться у других интересная и сложная работа она как правило способствует развитию профессиональных навыков это то что мы называем сейчас модно называть выходом из зоны комфорта поэтому совершать ошибки чтобы приобретать опыт это один из самых понятных путей которые вы должны пройти ничего в этом страшного нет и как говорил один из моих преподавателей в университете не стыдно не знать стыдно не хотеть знать поэтому если вокруг вас есть окружение у которого можно спросить значит нужно спросить инвестируйте во взрослую жизнь это не в том смысле что как на этом слайде на картинке откладывайте по 5 долларов каждый день а в том смысле что до 30 лет вы становитесь увереннее в себе потому что постепенно жизнь вам кажется легче если вы приобретаете эмоциональную устойчивость чувство ответственности навыки сотрудничества и коммуникаций если вы все время бежите от взрослой жизни не помогаете самому себе измениться к лучшему и выйти из зоны комфорта то значит вы все равно будете вынуждены пройти этот путь но вам уже будет 30 лет или 40 и не факт что это получится так же легко как в период с 20 до 30 лет берите на себя обязательства ставьте цели совершенствуйте мастерство спрашивайте и учитесь все время ну и не забывайте ощущение времени вот молодой человек на этом слайде он пока принадлежит еще к горде незрелых личностей которые стремятся получать просто удовольствие здесь и сейчас не задумываясь о своем будущем ему это позволительно а вам если вам уже стукнуло 20 по мнению мэк джей уже не позволительно потому что у вас как раз сейчас формируется понимание времени вы сейчас должны определиться с дальнейшими планами на жизнь и мэк уверяет что без заботства в период с 20 до 30 как правило сменится несчастьем беззаботные молодые люди станут несчастными потому что они будут знать что делать дальше и своевременно взятые на себя в этот период взрослые обязательства своевременно заполненное резюме понимание того куда вы хотите двигаться и как развиваться как раз способны изменить вас как личность и способны задать тон вашему последующему развитию вашему положению в обществе в общем то вот такое достаточно достаточно быстро беглое прочтение книги важные годы 5 основных пунктов распознайте важные этапы в жизни найдите то чем вам нравится заниматься чего вы кайфуете определитесь с профессией не размениваясь при этом на какие-то пустяки ну понятно что пробуйте разные вещи но постарайтесь вот в период с 20 до 30 лет уже остановиться на том чем вам нравится заниматься больше всего не бойтесь завязывать знакомства и строить профессиональные отношения просите о помощи создавайте гармоничную семью выбирайте партнера похожего на себя и обретайте внутреннюю уверенность через опыт где кричит во весь голос что 30 это не новые 20 но я и не верю поэтому свои три задачи как человека которому уже сильно немного за 30 я все равно запишу запишу я их в букнот блокнот для осознанного чтения это такой специальный блокнот который мы разработали у нас в читай быстро вы его можете увидеть сейчас на фотографиях если раньше не смотрели не слушали обзоры то вам наверняка будет интересно узнать что блокнот структурирован таким образом чтобы вы могли во время прочтения книги выписывать в него основные факты из факт формировать какие-то задачи и размечать специальным разными цветами к кому жанру относится книга и потом удобно это все фотографировать или вырывать отдельно листы и ну их разносить по разным кучкам там про сама реализацию про бизнес про воспитание детей или еще какие-то вещи в конце каждой страницы есть совет по тому как увеличить скорость своего чтения на каждой странице он разный ну и блокнот прячется от всего мира в теплый чехол и два карандашика для того чтобы вам было удобно записывать ваши мысли в любой момент времени если у вас нет букнота ничего страшного все то же самое можно делать в обычном блокноте или в тетрадке в клетку главное что записывайте всегда мысли из книги это помогает структурировать прочитанное и помогает послать сигнал мозгу о том что получена информация усвоена отложена и в нужный момент он ее обязательно применит мои три задачи на резюме должно содержать вернее резюме там было три восклицательных знака оно должно отражать экспертность быть доступным и обновляться регулярно идеально если в качестве резюме будет какой-то сайт лендинг пейдж сайт визитка на котором в общем то все будет обо мне и должна быть поставлена рекуррентная задача обновлять его регулярно то есть чтобы полезная информация о мне моих навыках или обучение или о каких-то новых проектах появлялись там каждые пару месяцев в принципе для этого linkedin очень сейчас подойдет можно все туда структурировать всю информацию вторая задача снова связях и нетворкинги снова больше встречаться и снова обмениваться контактами в общем-то это часть работы это нужно делать потому что слабые связи решают и джей говорит что третий четвертый десяток это отличное время для микро обучения поэтому я обязательно запишусь на курсы по съемке стоп-моушен видео такой вот достаточно быстрой но и при этом прямо скажем не сложной книгой книгой на один вечер книгой на один обзор и видео выступление на тэдди была мэк джей и ее и наши с вами важные годы это был проект читай быстро буква . инфо мы все время говорим о беглом и осознанном чтении говорим о памяти о способности обучаться и о всем таком вы можете проверить скорость вашего чтения у нас на сайте по ссылке буква . инфо слышь rapid там можно прочитать текст ответить на вопросы в конце получить сертификат в котором будут ваши персональные данные о вашей скорости и осмысленности чтения подписывайтесь на канал палец вверх колокольчик комментарий все то зачем вы обязательно приходите на youtube у нас на блоге можно почитать про блокноты для осознанного чтения можно узнать больше наших рабочих тетрадях послушать или почитать обзоры книг но и вообще там всякие разные полезные материалы по скорочтению по тренировке памяти по изучению иностранных языков вот сейчас будем выкладывать ну в общем там периодически бывает интересно в инстаграме буква . инфо мы иногда выкладываем бэкстейджи с обзоров иногда разыгрываем книги иногда просто анонсируем свежие выпуски там в общем если вы есть в инстаграме тоже подписывайтесь периодически бывает интересно пока юаровский пенотаж 2017 года раздышался я пожалуй под него запишу обзор еще одного психолога мира и яля книгу которую рекомендуют все но не все многие стартаперы модные эта книга на крючке как создавать продукты и формирующие привычки про поговорим про маркетинг с точки зрения психологии с точки зрения эмоций и привязанности к вашему продукту или услуги был проект читай быстро читайте книги слушайтесь маму хорошего дня пока